Вот Новый год, что мне вспомнилось из какого-то моего филармонического далека. Челябинск, январь месяц, начало, там стояли такие 30-ти градусные морозы. Мы только что отработали целую серию концертов в Челябинском цирке, это все происходило. И празднуем уже окончание всего этого мероприятия, наверное, 10 января, как водится, с цирковыми, вместе с цирковой гостиницей, которая находится там в 400 метрах от самого, собственно, цирка. А это же какие-то времена были тогда, начало, наверное, может быть, конец 80-х, спирт, роял. А, собственно, вот и все воспоминания. Но еще все-таки молодость и задор. Вот это тоже было. И вот мы в гостинице с нашими цирковыми ребятами, с которыми очень сдружились за все это время. У вас общая беда, видимо. Да, нет. В общем, как-то все так совпало. И кто-то из, ну вот мы сидим, прекрасно проводим время, кто-то из дрессировщиков, видимо, говорит, а хотите на слонах покататься? А время уже было 3 часа ночи. Он говорит, конечно, хотим. Мы уже давно хотим сидим на слонах. Конечно, в Челябинске в январе месяце на слонах. Хотим. Вот. Но мы решили, что сразу не пойдем, а еще все-таки чуть-чуть посидим, соберемся с силами. И, в общем, когда мы с силами собрались, нас стало гораздо меньше уже. И вот мы, минуя сугробы, как-то так, держась друг за друга, ветер еще был сильный. И вообще стойкости не было какой-то, но желание было. И все-таки мы до цирка добрались. И вот. Но когда мы пришли, оказалось, что дрессировщика среди нас уже нет. Он, знаешь, где-то, он не знает, может в гостинице, может дорогой где-то. Ну да. Но мы пришли, думаем, не будем же мы отказываться от намеченной цели. Ну и, а где слоны? Ну трудно, наверное, не найти слонов, правда? В цирке. Да, не такой уж он и великий. И правда, нашли мы. Но я помню хорошо, что их было четыре. Мы нашли троих, думаем, да где же четвертый-то? Весь цирк обходили, нет четвертого слона. Ну думаю, ладно. Нас, в общем, там тоже немного, может человек семь. На трех слонах как-нибудь уместимся. Вот, ну мы их, они тоже в недоумении, видимо, ночью вышли на арену. Стоят три горы. И нас семь муравьев вокруг. Ну я не помню, сколько нас было. Ну в общем, какое-то количество. И мы как те мудрецы. Один подошел за ногу его по дороге, другой за хвост. Как забраться туда? Он стоит, правда, гора. А этот дрессировщик, он знал какое-то слово заветное. Куда-то нужно его ткнуть или что-то сказать. И он так поднимает лапу перед. Не можно встать туда и как-то залезть. Стремянку мы тоже не нашли. Но я вообще всегда смекалкой отличался. Мне и сейчас, немножко, конечно, стесняюсь об этом сказать. Но, в общем, смекалки не занимать. Я думаю, ребята, положитесь на меня. А мы же давно заприметили площадочку. Знаете, для оркестра там вот над выходом как раз на манеж. Площадочка такая для оркестра. Думаю, мы сейчас их загоним назад. Потом кто-то будет их выгонять. И прямо вот с этой площадочки мы на них и сядем. Ну и кто-то пошел выгонять. Ну а я, как тот инженер, который построил мост в первых рядах, естественно, и должен был опробовать сей метод. Вот, все, и я, значит, смотрю, слон пошел уже, думаю, ну все-таки он же какой-то размер имеет. Думаю, чтобы не успел пробежать. Я все-таки так с носку на ветер и прицельно думаю, я сейчас спикирую прямо вот как раз ему туда, куда надо спикировать. Вот, и нет, 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 нет. Все закончилось благополучно, даже более чем. Но, знаете, наступает такой вот момент в жизни каждого человека, когда вдруг вот время замирает и как-то растягивается, и ты начинаешь в какой-то другой плоскости жить. И вот я медленно приближаюсь к его спине. Вот, и наблюдаю там вот такие вот, эти как их называют? Щетину. Щетину. Она вот как пальцы у меня такие, прямо передо мной. А я еще думал, как они так вот по пункту бросят сверху, и вроде бы и хорошо им. Она не падает. Понятно теперь, в какой причине. И я, значит, все. Но в то же время и страх не закрепиться на нем тоже присутствовал. И боясь упасть, и желая все-таки закрепиться, вот как-то двоякие чувства меня такие раздирали. В общем, конечно, в итоге все-таки я упал на него, вонзились куда надо. Но я как советский человек, ни звука, ни звука не проронил. И говорю, ребята, давайте. Следующие. В общем, покатались мы в сластье. Я такой в крапинку потом весь был. Загнали мы их на место, вернулись назад в гостиницу, спать легли. А вечером следующего дня спрашиваем дрессировщика, вернее, он нас спрашивает, ну катались? Я говорю, да, катались. И живы, живы. Оказывается, четвертый слон, это как раз которого мы не нашли. Его благополучно увезли. Потому что в одной из слоних были критические дни, и не приведи Господь нас объединить как-нибудь в тот момент времени. И его увезли куда-то там в другое место, чтобы все как-то... Ну, в общем, то, что мы сейчас сидим с вами, это счастливый случай, за который хочется выпить. Вот если бы сейчас как-то было обырюмка, да. Пусть вам повезет в этом году. Как мне в том.